Матч 16 тура мужской суперлиги, в котором казанский зенит принимал на своей площадке Оренбургский нефтяник получился легкой прогулкой для действующего чемпиона страны Владимир Олекно предоставил полноценный отдых Вербову, Ащеву и Будько Зато полный матч отыграли те, кому не хватает игровой практики Спиридонов, Димаков, Кобзарь и Владислав Бабичев, отметившие 18 февраля свой 35-й день рождения Болельщики очень тепло встретили появление легенды клуба на площадке, подготовив для него специальный баннер Очень трогательно, мне очень понравилось, молодцы, большое спасибо нашим болельщикам, что они меня так поздравили, типа встретили Очень приятно было Что касается нефтяника, то его ряды совсем недавно пополнил Семен Дмитриев, игрок структуры казанского зенита Который в нынешнем сезоне выступал за академию высшей лиги А Это человек будущего, а нам надо результат делать сегодня Он игрок суперлиги однозначно, при хорошей работе, соответственно, если он не будет добавлять оборотов Зрители вправе были ожидать интересной борьбы, так как еще две недели назад Оренбуржцы крайне неожиданно сумели обыграть и Белогорье, и Московское Динамо Просто какое-то везение, большая работа, которую мы делали Был состав, все были живы-здоровы, и все совпало Если хоть что-то не совпадает, то сразу большие проблемы Эти самые проблемы начались буквально сразу же, и в итоге так и не закончились В первой партии гости сами набрали всего лишь два очка усилиями Сергея Анойкина Еще четыре им подарили казанцы На этом все Зенитовцы вышли на матч с отличным настроем и сыграли просто безупречно Невероятные 25-6 за 15 минут и новый рекорд клуба в отдельно взятом сете Три очка – одно позитивное явление Наверное, игроки, которые меньше играют, заслуживают больше его сопротивления В первой партии даже один раз в мячах остановился Не подавали, не забивали, много ошибались Если учесть, что мы выиграли 25-6, из них вы четыре очка подарили сами Ну, Зенит – это сильная команда Могут счет быть 25-0, условно я говорю Потому что Зенит даже вторым составом очень грозная сила Может быть, даже нам легче было бы играть с основным составом Потому что мы его подробно разбирали Такой состав, что сильнее нашего первого на 25-6 В начале второй партии гости повели 1-3 Но также быстро, уткнувшись в казанский блок И раз за разом не справляясь с приемом Вернулись к неубедительным 16-10 Выход Полетаева и его мощные атаки в паре с Алексеем Спиридоновым Не могли остановить ни технические перерывы, ни таймауты Владимира Терентьева 25-15 Довольно хорошо, что команда хорошо сыграла Дали поиграть тем, кто получает мало практики в этом году Только позитивные мысли, позитивное настроение осталось после матча Третий сет также начался с серии мощных подач в исполнении Кобзаря Продолжился целой серией удачных блокирований Кулешова и Гуцелюка Ну а завершился атаками Михайлова и Спиридонова Которые стали самыми результативными игроками встречи Набрав всего лишь 8 очков Быстрые 63 минуты 25-14 в третьем сете И 3-0 в матче И настроились хорошо, молодцы Самое большое благодарность им за настрой Наверное, не могут играть на выезде Еще раз повторяю В Суперлигии хочется, чтобы меньше было таких матчей Не команды Команда обыграла и Белгород, и Динамо В принципе, ребята не виноваты Они играют на своем уровне На что они на сегодня готовы Будем бороться с командами нашей группы Если мы будем так играть, как сегодня, допустим, играли То нам не светит ни в одной этой игре Даже домашней На самом деле, никаких впечатлений о такой игре нет Айнбург вообще ничего не показал Даже доли того, что он показывал себя дома Мне кажется, даже заранее не проиграли Играли они все не очень плохо Любой матч важен, даже вот такой Если посмотреть с другой стороны Может быть, наш заслугу, что мы не дали им так сыграть Ну, просто выходить и играть Я, наверное, в этом году понял, что игровая практика очень нужна Для уверенности Каким-то классным мастером не было Играть надо все равно Этот успех зенитовцев вкупе с победой Московского Динамо над Краснодарским Сохранил 8-ми очковый отрыв 23 февраля, в День защитника Отечества С которым мы вас сердечно и поздравляем Зенитовцы отправятся в Нижневартовск Где на следующий день проведут встречу Против местной Югры Самотлор Прямую трансляцию матча Вы, как и всегда, сможете посмотреть на интернет Портале tvstart.ru Ну, а яркий обзор встречи, конечно же, на ЗТВ Давай, спирик, Алексей, бей Еще сильнее, да? Нет, давайте не будем снимать Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!